Сегодня будет очень необычный выпуск. Всем привет из Мариуполя. Катя, у тебя какая цель? У тебя цель зарабатывать деньги или цель заниматься хищем? А вдруг Салатейра будет все деньги забирать себе? Лена мне пишет в который раз написать отзыв. Извини, но я его писать не буду. Супер-супер. Классная идея. Я прочитала все эти чаты, мне просто стало плохо от этого. И самый главный вопрос, с которого надо начать. А нахрена вам это все надо? Больше с этим человеком разговаривать не больше. Больше мы не будем тяцкаться. Не можешь? Пошла вон отсюда. Значит бизнес не для тебя. Привет, друзья. Сегодня будет очень необычный выпуск. И он хотя и о бизнесе, но гораздо больше он о нашем мышлении. Потому что как только мы с нашими участниками включили очень быструю скорость и начали набирать обороты, мы сразу же обнаружили, что никакой бизнес не поможет, если мышление не готово к этому. В этом выпуске вы увидите, как бедное мышление не дает вам стать богатыми. Как буквально в шаге, вот в шаге от того, чтобы разбогатеть, вы просто-напросто берете и перестаете двигаться дальше. Вы просто поворачиваете обратно. Вы увидите какие-то трагические моменты, вы увидите страсти, вы увидите, кто-то не выдержал и покинул наше шоу. Вы узнаете, кто это. Вы увидите, как распадаются союзы. Но вы увидите, как все начинает разваливаться буквально на глазах, когда идет мощный разгон. Понимаете, вы все хотите быстро, вы все хотите мощно, вы все хотите быстрого успеха. Но когда вы движетесь с огромной скоростью к этому успеху, не выдерживает. Это как на, знаете, как на маленькую машинку поставить мощный мотор, когда начинается разгон. Просто-напросто отлетают колеса, все разваливается, все просто, все приходит в негодность. И это все потому, что слабое мышление. Мышление не готово к тому, чтобы воспринять эту реальность. Вот сегодня выпуск об этом. Смотрите обязательно до конца. Будет очень необычно, очень интересно. И мы сами не думали, что так все получится, но оно так получилось. И в конце вы узнаете, что произошло. Так, ну как мы с Ольгой говорили, что мы начинаем привлекать партнеров, которые будут делать для наших участников сайты. Сегодня по сайтам. Мы нашли два партнера классных, но один в Киеве находится, второй находится в Одессе. И в Одессе вот такая вот замечательная компания WebCat. Мы ее решили проверить. И проверить мы решили ребят на нашем собственном сайте. То есть, прежде чем они будут делать сайты нашим участникам, мы им сказали, ребят, нас не устраивает наш сайт, который у нас сейчас есть. Посмотрите его, пожалуйста, сделайте свой анализ. И мы сейчас обсудим. Сейчас у нас будет первое видео встречи с ними. Алло, привет. Мы предлагаем виспровизировать оформление самого контента. Вы рекомендовали к цене добавлять признак валюты. Думаю, это очень правильно. Человек должен быть уверен, что он платит именно столько, сколько он думает, да, а не какая-то другая сумма. Мобильная версия будет однозначно сделана. Ну и в целом, как бы, мы будем придерживаться текущей стилистики сайта, да, но добавим уже что-то свое. Все, договорились, спасибо. Так, срок какой вы думаете? Три-четыре идеи. Они мне показались достаточно адекватными и интересными. Ну, по крайней мере, у них есть свои идеи какие-то. Это вообще молодая студия. Они сейчас очень заряжены на то, чтобы делать классные сайты, классные идеи. И они набрасывают мне все время много разных идей. И мне это очень нравится. Но осталось только посмотреть так, как получится вообще в реализации. Потому что одно дело, когда люди блещут идеями. Другое дело, когда они эти идеи реализовывают. Если смогут классно реализовать, то будем с ними работать долго и счастливо. И наши участники нашего шоу будут получать тоже крутые сайты. Ну что, прошло несколько дней. И ребята наконец-то прислали нам дизайн. Мне, честно говоря, очень понравился. Мы там вносили кое-какие правки. Но сейчас просто вам покажу, что получается. Смотрите. Вот сейчас сайт, который у нас есть. Главная страница нашего сайта. И у нас вот здесь стоит просто видео с нашим шоу. А информация тут для рекламодателей, для участников. И вся информация спрятана в таких вот маленьких вкладках. Которые ребята резонно сказали, что мало кто вообще их видит здесь. И люди не замечают просто этой информации. Поэтому они предложили главную страницу сайта сделать в виде лендинга. То есть всю информацию, которая была спрятана, ее вынести на главную страницу. И визуально сильнее выделить шапку сайта. Потому что сейчас шапка сайта у нас такая белая и почти незаметная. И вот смотрите, что получилось. Вот таким вот образом они это сделали. Вот такая, видите, черная шапка сайта, которая выделяется. И поехали. И видите, всю информацию они вот так вот симпатично, красиво вытащили сюда. И можно все подробнее и кнопочка узнать подробнее возле каждого блока, который какую-то смысловую нагрузку несет. В общем, так очень симпатично получилось. Мне нравится. Чем мне понравилось общение с ребятами? Работают очень быстро, качественно. И цены у них очень такие, ну, по рынку, ниже рынка, я бы сказал. Это Ира Добруская, вы уже помнить должны. Но сегодня она с классным сервисом. Мы находимся сейчас в Киеве. Это Салатейра ресторан на Ярославской. И это первое место, где вы решили внедрить чат-бот. Ну, мы его здесь тестируем. Тестируем. Расскажи о том, что это за чат-бот, зачем он нужен, почему он появился и как это работает. Ну, смотри, у нас очень много отзывов, которые мы получали от гостей. Это длинные очереди, особенно в час пик. Люди разворачивались, уходили. Плюс вообще вот этот момент ожидания, он очень сильно напрягается. Да, это правда. Решение, оно очевидное. Мы не первопроходцы. Уже у миллиарда, не знаю, сервисов, киношников, ресторанов есть эта услуга. Мы это реализовали через Facebook. Что делает наш чат-бот? Ты точно так же, как в интернет-магазине, делаешь заказ через мессенджер. И у тебя есть две возможности. На самом деле, одна, ну просто мы оставили две. Одна, ты делаешь заказ и оплачиваешь картой, приходишь в ресторан, через QR-код сканируешь, и мой заказ попадает моментально в очередь. То есть, независимо от того, сколько людей стоит, твой заказ уже попал в зону приготовления. Есть вариант второй, если ты не хочешь привязывать карточку по каким-то причинам, ты приходишь с формированным QR-кодом, где только твой заказ, и ты можешь его оплатить в ресторане. Но это бред, потому что тебе все равно нужно выстоять очередь. Просто не надо говорить тебе заказ, а как бы его просканировать и заплатить. То есть, мы идем к тому, чтобы человек оплачивал через карту. Это безопасно. У нас там есть мастер-кард, мастер-пасс, ай-пэй, все четенько. То есть, люди не должны бояться, что это как-то супер-опасно. Это супер-удобно. И сейчас мы его тестируем. Мы его не пиарим пока что. Мы его не активно пиарим, поскольку мы хотим протестировать все бока этого бота. Стоит парень, который предлагает всем сделать заказ через год. И мы таким образом, на самом деле, тестируем наш сервис, чтобы было меньше ошибок и так далее. В будущем это все запустится на всю сервис. Как люди реагируют? Те, которые гаджетоманы, они очень рады. Потому что ты в офисе, собираясь, идя по улице, делаешь свой заказ. Тебе уже как бы проще, это как бы что-то фановое. А те, которые новенькие, ну я так понимаю, что больше всех пугает, это вот нужно привязать карточку. Это как бы такой самый большой психологический барьер. Привязать карту к какому-то... А вдруг салатейра будет все деньги забирать себе? Ну, я не знаю. То есть вопрос тут не в салатейре, вопрос в том, что, возможно, у кого-то случались случаи, где там взламывали какие-то пароли и так далее, и недоброжелатели пользовались своей карточкой. Ну, в данном случае такого не будет. Плюс у нас есть простое, что если твой... То есть мы не сразу снимаем деньги, мы просто блокируем на карте эти деньги. Например, ты оплатила, то есть ты сделала, всю-всю-всю прошла историю, заплатила, но что-то у тебя пошло не так. И я не дошла до ресторана. И я не дошла до ресторана. То есть эти деньги с тебя не снимутся. Их там в 12 ночи вернут тебе на карту. Что, ну, даже не вернут, их просто разложат. Ну, да, да, я понимаю. Ну, супер. Ну, мне кажется, очень классный сервис. Учитесь, если в вашем бизнесе возникает какая-то проблема, превращайте ее в задачу. И решать. Только так. Вот и решать. Мне кажется, очень классно. Все, кто в Киеве живут, приходите обязательно на Ярославскую в Солотейру. Во-первых, здесь вкусно. Во-вторых, вы можете протестить и, собственно, написать или сказать какие-то свои пожелания. Фидбэк – это всегда очень ценно. Тебе спасибо за новшества такие. Сегодня собрались для того, чтобы обсудить и, скажем так, составить техническое задание, наверное, каким должен быть сайт для ресторана Юлианы «Семь историй». И Алексей взялся сделать сайт, потому что у него есть готовое решение именно для ресторанов, да? Да, абсолютно. Ты уже делал много сайтов для ресторанов. Понимаешь отлично, каким должен быть сайт ресторана, какой он должен функционал внести. И самое главное – этот сайт должен продавать. Все верно. У сайта будет две таких основных функции. Презентация ресторана. То есть человек должен понять, прочувствовать атмосферу, понять, как это все будет, когда он придет. Это первое. Второе – это непосредственно доставка, которая должна предполагать возможность выбрать блюда, посмотреть, как они выглядят, что там в составе. Мне кажется, очень было бы круто, если бы, когда человек складывает себе это в корзинку, для каждого блюда, сколько оно содержит калорий. Мне кажется, если вот это добавить, то это было бы такой фишкой, на которую можно было бы именно в рекламе делать упор, именно на эту целевую аудиторию поднимать. Технически это не проблема. Слушай, я предлагаю, знаешь, что это сделать? Когда сейчас тебя Алексей сделает сайт, который еще будет не совсем наполненный, я тебе предлагаю начать вести блог. Это классно. Вот фотографии делай, как он выглядит сейчас, какой проект, вот это все, и там, чтобы это сохранялось, и люди потом, когда они будут смотреть, как это вообще ресторан рождался. Это даже будет располагать. Вот эти видео можешь туда наши вставлять, чтобы люди их тоже смотрели в этот блог. Классная идея, классная. Следующий момент, который нужно будет настроить, это же, когда мы все сделаем, есть точка на карте Google My Business, что очень-очень хорошо, потому что, когда ресторан откроется, она уже будет иметь какой-то вес, она будет проиндексирована, люди будут туда уже заходить. И следующим этапом, я думаю, что правильно было бы дать на нее рекламу, точнее дать рекламу на сайт с помощью Google рекламы, Google Ads, и привязать эту рекламу к точке с определенным радиусом. То есть мы рекламируемся, вот у нас есть точка ресторан, там с радиусом в 2 километра. Рекламируемся на всех, кто набирает в Google, например, там, заказать еду, доставка еды, кафе, там, заказать банкет. Контекстно-медийная сети, да? Можно контекстно-медийная, можно поисковая. И это, в принципе, чем хорошо? Тем, что за небольшие деньги и за короткое время можно получить первых клиентов. Схема понятная, схема правильная. Значит, сегодня Алексей тебе присылает техническое задание, ты ему, сегодня он учител, а ты ему к понедельнику присылаешь первую структуру. Первая, да, что у меня Алексей спрашивает, да, структуру, все, и начинайте, он быстренько развернет сайт, и ты уже сможешь наполнять блок и ввести его туда потихонечку. Да, точно. Все, когда работаем? Да, работаем. Друзья, у меня к вам, во-первых, вопрос, какие бы вы еще посоветовали функции для сайта ресторана включить? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мы их обсудим. Сегодня мне хочется сказать вам и сосредоточить ваше внимание на одной важной мысли. Очень многие, когда смотрят шоу и вообще, когда слушают о предпринимательстве, сразу же хотят какой-то большой бизнес, сразу же как-то мощно хотят войти и считают, что нету средств, нету возможностей. В общем, видят какие-то стены, непреодолимые препятствия. У меня есть знакомая девочка, уже с которой мы знакомы около 8 лет, зовут ее Оксана. И Оксана, когда мы познакомились, была начинающим графическим дизайнером. Она делала какие-то макеты и после конференции, на которой я выступала, однажды она мне написала, что может быть я помогу вам что-то сделать. Мы сделали с ней пробную работу и представьте себе, что работаем на протяжении 8 лет. Как я уже сказала, она графический дизайнер, которая очень сильно выросла, которая живет в России, и мы видели с ней не так много раз, но более крутого дизайнера с точки зрения того, как меня слышат, с точки зрения скорости, с точки зрения выполнения задач у меня не было. И это еще раз говорит о том, что не важно, где вы находитесь, не важно, есть ли у вас маленький ребенок, у Оксаны как раз очень много времени рабочего она проводила с маленьким ребенком на руках. Не важно, география не важна, важно ваше желание и важно ваше умение работать с заказчиками. На сегодняшний день у Оксаны уже агентство, Оксана делает огромное количество, у нее более 150 постоянных клиентов, но я вам хочу сказать, что очень часто, когда я даю Оксане запрос, мне нужно на завтра, мне нужно на вчера, это в общем-то наши обычные с ней такие рабочие графики, она делает это за ночь или кому-то это отдает. Я не знаю, как ей удается это делать, но самое главное, что я получаю результат. И я очень хочу познакомить вас с этой Оксаной, потому что я люблю знакомиться с людьми, за которых не стыдно, за которых можно отвечать, и как раз она один из этих людей. И сейчас Оксана запускает курсы как раз по графическому дизайну, это уже не первые ее потоки, просто я решила вам об этом рассказать, потому что возможно вы как раз сидите и думаете, а чем бы мне таким заняться? Если вы склонны к графическому дизайну, если вам нравится все, что касается бренда, упаковки, если вы возможно не можете выходить из дома, потому что у вас маленький ребенок, беременность, или у вас нету больших инвестиций в то, чтобы продвигаться, это отличная возможность. Я оставляю вам ссылочку под видео на Оксану, очень рекомендую вам посмотреть, если вам просто нужен дизайнер для себя, это замечательный человек. Если вам хочется этому обучиться, то я не могу вам посоветовать и порекомендовать человека лучше, чем она. Помните, что начинать всегда можно с малого и разрастаться тоже можно. Я, кстати, обязательно, когда поеду в Россию, сделаю с Оксаной небольшую запись, и мы поговорим о том, на какие цифры ей удалось выйти в этой профессии, но сегодня вы можете сделать это самостоятельно, написать ей, узнать, записаться к ней на курс, и поверьте, вы получите крутые знания, и самое главное, у вас в окружении появится очень крутой человек, который непременно поможет вам вырасти. Ссылочку оставляю внизу под видео. Вы знаете, пожалуй, ничего меня не радует больше, чем то, что я могу полностью сейчас сосредоточиться на нашем ютюбе, на нашем шоу, и полностью этому отдаться. И наконец-то, наконец-то это уже все поняли, наконец-то все перестали звать меня свадебным организатором, убрали от меня эту приписку, увидели спиленную табличку, и в конце января меня пригласили выступить на мероприятии, где я, наверное, уже впервые выступала как официальный ютюбер, и делилась, собственно, своим опытом, рассказывала о том, как важно выбрать стратегию для ютюб-канала, почему вообще без стратегии ваш ютюб обречен. Ну и если вы оставите комментарий и очень попросите, то мы обязательно выложим полную видеозапись моего выступления. А пока что можете посмотреть, как это было. Первый вопрос, которого всегда нужно начать. А что вы будете снимать? А чем вы будете людей брать? И самый главный вопрос, которого надо начать, а нахрена вам это все надо? Сегодня хочу рассказать вам, что происходит у Оли Миняева. У Оли все очень круто. Мы классную команду ей подключили, и команда Алексея, который делает сайты, сделал ей классный такой сайт общий и еще ряд скрытых лендингов, которые будут у нас для воронки. А Марина придумала очень классную схему. Она все прорисовала, я вам покажу скриншот. Прорисовала схему воронки для Оли. И сейчас получилась вся засада только в чем? В том, что самое слабое звено, знаете, какое в этой схеме? Самым слабым звеном оказалась Оля. Потому что вся команда работает со страшной силой. Потому что вся команда хочет получить результат. Но дело в том, что команда без Оли не может все равно. Потому что вы же понимаете, все равно это ваш результат. И от вас требуется, ну, в данном случае от Оли требуется, ну, какая-то информация. Информация об ее курсе, об ее продукте, информация о том, как проходят занятия. Там очень много информации, которую мы должны использовать в этих воронках и на этом сайте. И там фотографии, видео много нужно. И каждый день мы Оле, у нас группа в Вайбере, мы каждый день Оле пишем, Оля, вот это сделай, вот это сделай. Знаете, что Оля нам отвечает? У нее нет времени. Представляете? Она занята текучкой. Она говорит, у меня там занятия, у меня там то, у меня это, у меня сломался микрофон. Я говорю, Оля, эти видео, которые ты прислала, они не годятся не потому, что у тебя плохой микрофон. Они не годятся потому, что они неправильные по своей структуре. Они неправильные по подаче. Не тот материал ты там даешь. Мы ей расписываем, какие видео должны быть. Оля говорит, у меня нет микрофона, я не могу вам перезаписать. Мне нужен оператор. И вот она каждый день нам дает какие-то такие отмазки. Не знаю, не понимаю пока, что происходит. Мы не можем сдвинуться дальше, потому что мы ей даем задания, она их не выполняет, и все у нас тормозится. Хотя вся команда очень сильно нацелена выдать Оле результат. Хочу еще популярно объяснить, что происходит. Вот на примере, представьте себе вот такой кран, из которого можно открыть, и будет течь вода. Вот мы сейчас Оле создаем такой краник, который она в любой момент может открыть и получить себе нужное количество клиентов. Потому что она же не понимает, она получила себе 11 клиентов на первый марафон. И она не понимает, что дальше-то ей нужно откуда-то их брать. Но она сейчас занята текучкой, и это основная проблема всех маленьких предпринимателей, почему вы не растете. Вы заняты текучкой, вы получили заказ, вы с ним работаете. Но в этот момент вы не думаете о том, что завтра-то вы это закончите, и вам нужно будет приступать к тому, чтобы искать следующего клиента или следующих там нескольких клиентов. Но вы в данный момент этим не озабочены, вы озабочены тем, чтобы там сделать этот заказ. Вот Оля сейчас за текучкой, она не понимает, она вообще не работает на перспективу. Она работает только сегодня, вот здесь и сейчас. Вот у нее есть сейчас урок, она проведет, там, получит за него 10 долларов. А то, что будет завтра, у нее не будет этих уроков, она об этом не думает. Хотя вся команда как раз нацелена на то, чтобы создать ей бесконечный поток клиентов, которые она может, ну, потому что такая воронка, когда ты просто включаешь рекламу, да, и у тебя набирается количество, ну, нужно тебе количество людей на твой марафон. Ну, брал, закрыл, и проводишь спокойно марафон и так далее. Вот этим мы сейчас, как бы, мы ей постоянно это объясняем, мы ей это показываем, мы ее просим, мы ее пинаем, мы ее заставляем. Но пока все очень тяжело, все идет, так, знаете, вот вязко, вот мы вязнем в воле. Хочу, чтобы поняли одну важную вещь. Смотрите, когда вы работаете с маленькими чеками, вы не можете уделять много внимания и много времени каждому клиенту. Ваше время стоит денег, поэтому, если у вас чек не 100 тысяч долларов, или хотя бы, там, несколько десятков тысяч долларов, вы не можете возиться с одним клиентом неделями, там, месяцами, а у маленьких предпринимателей это происходит. Сплошь и рядом, почему они не могут масштабироваться. Поэтому мы вас заставляем, если у вас маленький чек, вам нужны массовые, массовая обработка этих клиентов, понимаете? Только в массовой, только так вы сможете масштабироваться. Запомните это. Поэтому, работая с маленькими чеками, вы должны выстраивать работу так, чтобы у вас уходило минимум времени на работу с каждым клиентом, понимаете? Всем привет, из Мариуполя. Сейчас я вам покажу, что мы сделали за эти 10 дней. Значит, то, что нам было задание, это сделать фасад и сделать оформление окошек. Сейчас я вам покажу это все. У нас вот таких три больших окна в салоне. Сначала мы хотели написать зерновой кофе, а потом почему-то вот написали, мы угощаем кофе. Чтоб люди понимали, что кофе у нас бесплатно. Вот такие вот сделали окошки. И вот у нас вход. Вот здесь мы продаем косметику, прописали. И то, что оплата через терминал, это у нас сейчас очень мало здесь в Мариуполе в салонах. Вот. И мы прописали, чтоб люди знали. Терминал у нас стоит с 1 февраля. Третье задание у нас было поставить меловую доску. Мы ее поставили, прописали. И здесь прописываем акции, которые нам нужны. Которые у нас на эту неделю будут. Заходим. Это наш ресепшн. Вот мы повесили здесь акцию. Чтоб клиент сразу понимал, какие у нас скидки. Что все четко, ясно и понятно. Это анкетирование клиентов. Вот. Здесь имя, фамилия. Дата рождения. Где вы о нас узнали. Оценивается уровень мастера, уровень сервиса. И пожелания, чтобы вы хотели изменить в салоне Монами. Сразу на ресепшене у нас стоят подарочные сертификаты. Можно приобрести на услуги. Визитки. Прискурант цен. Это у нас зона отдыха. Здесь у нас тоже стоит для клиента акция. Есть приз Курангсен, с которым можно ознакомиться. На рабочих местах у нас также стоит акция. Все четко, ясно и понятно. Здравствуйте, девочки. Ну что, как дела ваши? Работаем, Оля, как обычно. Как обычно, вы работаете плохо. И у меня по этому поводу к вам разговор. Кать, я хочу сейчас узнать о том, чем ты занята ежедневно. Что ты сейчас делаешь в поле твоей деятельности? Я подбираю мастеров, работаю сама как мастер и обучаюсь. Ты подбираешь мастеров, но с мастерами у вас проблема? Ну, сейчас проблемы на данном этапе нет. То есть, сколько мастеров у вас сейчас работает? В смене выходят два парикмахера и по одной мастера маникюра. Но, судя по вашим сейчас цифрам, они сидят все без работы? Ну да, но сидят, потому что мы им платим ставку. Сидят, потому что вы платите ставку. Затем замечательно. Я не совсем понимаю сейчас распределение ваших обязанностей. Я вижу сейчас картину такую, что Люда пытается что-то делать. И с Катей постоянно возникают какие-то конфликтные истории. Я хочу понять, что происходит. Я против такого рода рекламы. Какого рода? На фейсбуке. За какую ты рекламу? Какой рекламой ты приводишь клиентов? Чтобы она менее затратная была. Катя, у тебя какая цель? У тебя цель зарабатывать деньги или цель заниматься хитроемом? Да, у меня цель зарабатывать деньги, но на данном этапе я их только тратю. Да, Катя. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно деньги вкладывать в рекламу прежде всего. Как ты собираешься зарабатывать деньги, просиживая свою жопу и ничего не делая? Посмотри, какой зад ты себе отъела, Катя. Ты вообще не думала о том, почему у тебя проблемы с лишним весом? Никогда? Да, мои господа. Я больше с этим человеком разговаривать не буду. Вот у Кати явные проблемы психологического характера, которые она сейчас, Люда, транслирует на тебе и на вашем бизнесе. Катя в данный момент не дает возможности твоему бизнесу развиваться, понимаешь? Она может сейчас психовать сколько угодно. Я долго думала об этом. Это не бизнес вообще. Ни хрена у вас так не получится. Мне уже надоело смотреть, как в чате вам все подлизывают жопы, уговаривают вас что-то делать, а вы сидите и как маленькие девочки. Начинайте. У меня нет денег, у меня нет того, да что за хренью вы занимаетесь в конце концов. Оля, мы там все делали. Вы не делали, вы как маленькие девочки, у вас 150 отмазок. Я прочитала все эти чаты, мне просто стало плохо от этого. Вы сидите и постоянно находите какие-то моменты. Это я не буду, это сложно, я потеряла пароль. Да что же это такое в конце концов? Это же невозможно, Люда. Это невозможно. Ты понимаешь, что ты в данном случае единственный человек, который пытается это вытянуть отчаянно. Ты большая молодец, но Кате, Кате должно быть сейчас стыдно за ту позицию, которую она занимает. Это не роль партнера, это роль наемной девочки. Если вы не будете вкладывать деньги в рекламу, в свое развитие, ничего в вашей жизни не произойдет. У вас всегда есть шанс, сейчас возможность, сдайте свой салон в аренду, сделайте другого человека счастливым. И сидите, и нудьте, наедайте себе булки, животы, решайте вопросы со своими мужчинами, будьте обычными мариупольскими бабами. Вы пришли для другого. И ты, Люда, для другого у тебя совершенно другой потенциал, понимаешь? А вот это общество, оно тебя очень активно давит. И только что я начала разговор с Катей, которая тут же сказала, мне не нравится эта реклама. А что ж ты сделала, дорогая, что тебе нравилось? Ты никакой не предприниматель. Вот я сейчас возмущена этим поведением и не готова дальше с вами разговаривать. Я не уверена, что хочу с вами работать дальше. Я не уверена, что у вас может что-то получиться, потому что при таком гоноре и при нуле ничего не получится. Вот, пожалуйста, подумайте над своим поведением, и я жду вашего решения. Ты посмотри вообще, что она себе позволяет. Нет, они не слышат. Я вообще возмущена. Как нам сильно не нравится, когда нам говорят правду. Я не должна была трогать ее зад, но это показатель для девушки 25-летней, которая сидит и... Надоело уже это. Мы целые 2-3 недели кормят их из ложечки команда людей, которая тратит свое время, энергию. Мы потеряли пароли от Фейсбук. Мы не можем это. А теперь у нас нету на рекламу денег. Ах, мы потратили аж 3000 гривен на рекламу, получили нескольких клиентов, и это очень дорого. 60 долларов потратили на рекламу. Это вообще, ребята, я не знаю, что с этим делать. Вы меня простите, но мне жалко время нашей команды классной, которая уговаривает девушек к тому, чтобы они что-то сделали. Катя, которая сидит, выторг вчера был 260 гривен, 56 гривен, позавчера 33, а до этого 1681, когда включилась реклама. Заметьте, еще, кстати, клиенты только начали записываться, а деньги пошли. Выторг был 2072 гривны. Они отключают рекламу, они говорят, у нас нету денег, мы будем сидеть и ждать. Да как я могу с этим делать бизнес? Если у вас нету, вы не готовы находить решения, вы не готовы находить возможности и деньги. Вы сидите, мы будем ждать, пока оно само будет все развиваться. И Катя, видите ли, ей не нравится происходящее. Потому что свою жирную жопу надо не наедать, а своим задом надо шевелить. Я догадываюсь, что это личные оскорбления в данном случае воспринимаются. Но я считаю, что мы имеем право на то, чтобы сказать в конце концов правду. И, возможно, этот зад начнет таять и превращаться в деньги. Она сидит на диете, потому что мозг не тем сейчас занят. Мозг должен быть занят сейчас не диетами, а своим бизнесом. Когда ты начинаешь заниматься своим делом, твой зад тает автоматически. А у нас решение кучи всяких проблем. Уже и психологов дали, все дали. Она, видите ли, учится. А чему же ты учишься, если у тебя сейчас салон не заполнен, а ты, видите ли, пошла учиться? Тебе сейчас нужно прежде всего решить с потоком клиентов. Написали целую кучу, делайте, давайте. Нет, мне жалко Люду, мне искренне жалко Люду, потому что она в этой банде нормальный человек. Наверное, я в очередной раз подтверждаю свое мнение, что партнерский бизнес это не есть хорошо. Потому что один партнер сидит и что-то ждет, а второй партнер должен делать. Очень интересно. Одна занимается тем, чтобы клиентов нагнать, а вторая занимается тем, что говорит, денег нету, не дам, я поехала учиться. И отъедать свой зад. Я не знаю, я не Дэвид Копперфильд, и я не хочу принимать участие в этом бреду. Человек, который занимается бизнесом, он должен сам хотеть заниматься бизнесом. Не место предпринимательстве людям, которые не готовы вкладывать. Да, можно продать почку, можно продать еще что-нибудь. А как вы думали заниматься бизнесом? Если ты хочешь стабиловки, устроилась на работу, стрижешь себе, а потом идешь, покупаешь гамбургеры и объедаешь свой зад. У меня вообще, у меня все, у меня нету слов. Как тебе? Поговорила? Я даже не ожидала, что я так сильно расстроюсь. Ну, да, приходится людей к счастью тащить за уши. Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу, у меня вот опускаются руки. У меня тоже. И у Марины, кстати, которая с ними работает. Ну, это просто можно обалдеть, вот насколько, да. То есть, первый момент у меня вопрос вообще сейчас очередной в партнерстве. Я вижу, как это сложно. Потому что, ну, она в принципе не должна иметь к этому отношения, но она имеет как бы финансовую, да, часть. Ну, мне кажется, вот смотри, задача, вот есть два партнера, да. Катя за производство отвечает, Людмила за маркетинг. Да, но Катя же говорит как, тут же мои деньги, поэтому тратить мои деньги, вот вы не можете. Ну, вот у нас с тобой как, да. У нас же с тобой, мы с тобой разделили свои обязанности, но есть последнее слово, правда? Да, за кем-то. За кем-то. То есть, наше партнерство заключается в том, что так или иначе я имею право слить бюджет на то, что считаю нужным, если я считаю и отвечать за это, и ты. В данном случае вопрос идет о том, что есть бизнес, помещение, ремонт, люди и нужна реклама. Почему провинциалы и маленькие бизнесмены не понимают, что нельзя получить клиентов, не потратив денег на рекламу? Ну, смотрите, сегодня клиенты сами не придут, вот люди сделали бизнес, там стоимость его там небольшая, но, наверное, тысяч 30 долларов все равно стоит, помещение, ремонт, там оборудование, все это они сделали, 30 тысяч долларов вложили. И теперь, в принципе, вложив 3 тысячи долларов в маркетинг, можно полностью запуститься, то есть можно полностью всю свою запись запустить. Кроме того, это же бизнес, который построен на постоянных клиентов, то есть вы запустились, и потом уже вы будете в поддерживающем режиме. И потом годами у вас этот клиент ходит, конечно. Я хожу к своему мастеру с 19 лет, 16 лет я хожу каждые 3 недели к ней. Эй, представляешь, вот на секундочку. По ногтям и по волосам тоже самое. Да, то есть просто работайте со своим клиентом. И они сейчас, ну, меня взбесило то, что Катя сейчас в позиции девочки сидит и со своим двойным подбородком. Ты знаешь, для меня это больная тема. Я считаю, что когда женщина в 25 лет настолько плохо выглядит и не следит за собой, это говорит о ее больших проблемах. Если у тебя есть большие проблемы, сиди дома и решай проблемы. Пришла в бизнес, разговаривай по-взрослому и будь готова к этому. Ну, я не могу. Для меня, как для женщины предпринимателя, это крайне важно. Когда сидит девочка и говорит, я занимаюсь мастерами и обучением. Какого черта ты сейчас занимаешься своим обучением, когда у тебя пустой салон? Заполни салон и обучайся, сколько тебе влезет. Смотрите, вот просто простая схема, да, есть салон, это производство, ну, это как конвейер маленький, маленький заводик, да? Да. И вот представляете, вы сделали, вложились в заводик, но на запчасти у вас, ну, как бы на комплектующие нет денег. Вы сидите возле своих станков и ждете, никогда придут там. Я когда смотрю за различными предпринимательскими бизнесами, шоу, историями, везде становится вопрос, когда говорят о том, что для того, чтобы что-то сдвинуть, нужно сделать ремонт, вложить деньги, еще что-то. И маленький предприниматель всегда говорит, а где же я возьму деньги? Ребята, одалживаем у друзей, ищем, что продать, берем кредиты, займы. А как вы думаете развиваться? Вы как думаете, бизнес делается? Ты сидишь, и откуда-то к тебе пришли деньги? Нет, мы точно так же. Надо было купить быстрое оборудование, продали машину, одолжили у бабушки, у мамы. Ну, не имеет значения, предприниматель любой живет по одному и тому же принципу. И для развития бизнеса это необходимо. Ну, из моей личной практики и из нашей общей, да, никогда не было так, что, ну, легко было. То есть, когда ты развиваешься, всегда тяжело, всегда не хватает ресурсов, денег, там, людей, времени, всегда не хватает. Это первое. И второе, если ты хочешь действительно метить высоко, то это нужно понять, что это состояние будет постоянно. Потому что, как только ты достиг какого-то уровня, заполнил салон, нормальный предприниматель что думает? Блин, у меня так классно работает один салон, а открой-ка я второй. И у него нет денег на второй. И он начинает опять, у него вся эта история начинается сначала. Ну, окей, хорошо, пусть это не тот случай. Но сейчас, знаешь, что их сейчас портит? Что? Их портит сейчас то, что у них помещение не в аренде. Да, да. Это то, что играет с ними злую шутку. Ну, мы же их заставили, смотри, мы их заставили в феврале перевести весь персонал на зарплату. И Катя недовольна. Она мне говорит, ну, мы же их перевели на ставку. Так мы же, блин, хочется тебя так назвать плохо. Мы же их перевели на ставку для того, чтобы сейчас получать поток людей. Чтобы получить поток клиентов. Мы ведь уже, потратив 60 всего лишь долларов, уже начали получать клиентов. Уже там человек 5 записали. Это же фантастика. Я предлагаю поставить вопрос ребром, потому что я устала. Приходят нормальные участники, которые платят больше денег, которые больше заинтересованы. А этих я устала тянуть. Я предлагаю поставить вопрос ребром. Либо они сейчас находят возможности, и мы доводим их до того результата, который мы пообещали, 100 тысяч. А дальше уже пусть что хотят, то и делают. Хотят, остаются с нами. Хотят, не остаются с нами. Либо мы прощаемся. Потому что решать психологические комплексы девочки, которые обрастают жиром, решать вопросы того, кто что будет делать, я не готова. Я хочу заниматься бизнесом, понимаешь? Я, ну, это надоело подтирать зады. Это не бизнес. Это не бизнес. Это не бизнес. И, кстати, когда меня первый раз назвали жирной, я не ушла. Когда мой продюсер в группе сказал, что ты жирная, я закрыла глаза и сказала, ну, сука, я тебе покажу еще, кто жирная. А она встала и тут же сказала о том, что все, я не буду с ней разговаривать. Ты можешь со мной не разговаривать. Главное, чтобы ты растаяла и стала нормальной женщиной. Потому что когда тебе будет 35, как мне, и рядом с тобой будут идти дети, и люди не будут понимать, кто ты, тетя, няня или оно, вот это будет печалькой. Вернемся к бизнесу. Пошли работать. Пошли работать. Сигачить. И то слово, которое нельзя... Да, и вот эта табличка, даже если вы ее себе нацепите на вот это место, не сделает вас таким без вот этого. Пью. Ну, что скажешь? Ты знаешь, вот я, когда мы начинали этот год, я подумала, как повезло участникам, которые зашли раньше. Я думал, они будут от счастья просто пищать, прыгать и целовать нас в попу. Сайты, воронки продаж. Ты вообще, ну, ты-то знаешь, сколько это денег стоит, да? Да, сколько труда вообще. Какие возможности сумасшедшие. И я, мне кажется, просто стала обалдевать, знаешь, от того, что происходит. И в прошлом выпуске я думаю, блин, как круто, меняйло, уже тут вообще столько всего делаем. И воронки, и сайты, и Лена мне все время. Оля, меняйло, занято. Оля не может выполнить твое задание. Оля занята. И тут ты мне говоришь, что Оля у тебя тоже все время занята. Что вообще происходит? Вчера Оля прислала мне сообщение, взволнованное, о том, что она, я с ней грубо разговариваю, о том, что у нее нету вообще мотивации что-либо делать. И вообще не могу понять. Мы такое ощущаем. Она, наверное, решила, что она делает это для тебя уже. У меня такое ощущение, что люди решили, что они развиваются для меня. Что это не для них делаются сайты, это не им дается задание, чтобы они для себя дали там какие-то вещи, которые их просят, да, для того, чтобы люди настраивали им воронки, сайты, а будто бы это для меня. То есть мало того, что мы начали давать людям команды, мало того, что мы их мотивируем, так мы их еще должны уговаривать. Она говорит, я сейчас даже найду это сообщение, просто я поражена, я просто поражена. Видите ли, им не нравится, что я на них матом говорю. Я дала Оле задание, которое она два раза паршиво сделала. Паршиво. Послушай. Оля, привет. Лена мне пишет в который раз написать отзыв. Извини, но я его писать не буду, потому что он... Ну, я не хочу весь этот бред, у меня аж начинает типать. Сам тон вот этого вот общения, что они себе думают? Скажи, пожалуйста. Что происходит? Оля, вот ты с Олей работаешь больше, дай мне на нее... Ну, сразу я вот понял, что когда ты даешь задание, сразу очень все тяжело, очень сложно, нету времени, некогда это делать. А в чем у нее время? Она набрала группу сейчас и вела марафон на 11 человек. Она мне все время говорила, я вот сейчас веду марафон, я сейчас веду, вот закончу марафон, все, ладно, мы как-то это... Закончила марафон 11 человек, сейчас нам надо набрать 30, но у нее нет времени. Нам нужно сделать сейчас, настроить рекламу, сделать воронку продаж, сделать ей сайт, записать ей уроки. То есть мы настраиваем рекламу, мы делаем воронку продаж, мы делаем ей сайт и у нее нет времени. Мы настраиваем ей чат-боты там и так далее, но у нее нет времени, да, чтобы дать необходимую информацию для всего этого, понимаешь? Мы же не можем просто так абстрактно настроить, нам нужно от нее видео, мы ей дали тзе, какое видео. Она уже его делала. Я ей там кучу дал поправок, которые нужно делать. Но ей некуда это сделать. И постоянно все тяжело. И я понимаю, что прежде всего, Оля, если ты это смотришь, у тебя в голове проблема. Понимаешь, ты не хочешь. Ты боишься вырасти. Я вижу, что у вас у всех проблемы. Как только вы видите, что сейчас у вас будет взрывной рост, вы уже это чувствуете, ваша голова вам тут же брык и все обрубает. Говорит, не надо тебе. Вот ты сколько? Тысячу долларов? Вот зарабатывай тысячу долларов. Знаешь, я заметила, что у всех есть корона. Вот Катя и Оля. Я вот очень сейчас четко увидела вот эта корона. Как вы со мной разговариваете? Да как вы смеете так себя вести? Девочки, вы сидите в Мухосрансках. И у вас есть возможность сейчас что-то в своей жизни изменить. Если бы я, сидя, а я сидела в Киеве, просто в спальном районе, если бы я на каждый порыв, когда мне давали возможность прорваться, говорила, что вы себе позволяете, я бы сейчас торговала где-то в Ловчонке на Троещине, продавала бы молочко. Вопрос в том, что если кому-то на вас не наплевать, и кто-то на вас открывает рот, заставляя вас сделать для себя же... Вам страшно повезло. Вам страшно повезло. Вы паршиво выполняете задания, и поэтому получаете по голове. Если бы вы сделали это хорошо, то все было бы замечательно. Вас просят выполнить задания для себя же. Даже если вы не понимаете смысла выполнения этих заданий, просто берите и молча делайте, и благодарите, что кому-то есть до вас дело. Вот эта корона, как со мной разговаривают. Да вообще с вами никто разговаривать и не будет. Мы вообще этим не паримся. И вы не парьтесь, каким тоном, в каком там ключе. Ну просто делайте, все надо. Просто делайте. Тем более мы делаем за вас все, что вот сейчас включили, все, что можно. Все, что можно сделать за вас, мы делаем. Просто есть часть работы, которую мы не можем за вас сделать. Мы не можем за вас двигать руками, ногами, головой, вашим ртом. Я больше не хочу. Я больше не хочу работать с людьми, которым я должна доказывать, что для них это хорошо. Я прекращаю на данный момент работу с соленым сайтом, с солеными воронками. Какого черта мы напрягаем людей для того, чтобы что-то делать для вас? Не надо тебе. Так люди, команда из Оли не может вытащить щипцами все что-то. У меня сидит Паша, господи, на Бали, вызывает оператора для того, чтобы сделать Олин анализ и рассказать Оле, как лучше использовать ее таланты. А Оле некогда почитать это. У нас, я хочу просто сказать вам, когда я рассказала о сервисе Evolution, мы получили, ребята получили, не мы, 100 с лишним продаж этого сервиса, на секундочку. Это о чем говорит? О том, что люди, когда делают классный продукт, и вы заходите, вы покупаете. Когда мы рассказали о том, что нам нужны по суперскидкам Оле ученики, люди не стали это покупать, потому что еще нет продукта, не верят ему. Это я к чему говорю? К тому, что аудитория всегда суперчувствительна. Люди, и вы, среди вас очень много, кто заплатил деньги для того, чтобы потестить себя и проверить. Всем участникам я открыла доступ, купила, открыла доступ ко всем вот этим потребностям. А мне некогда почитать. Мне некогда почитать. Мне было некогда ознакомиться с этим. С информацией о себе, которую мне бесплатно дали. С информацией о себе, которую нужно переработать, и которая даст тебе возможность задуматься над тем, как тебе лучше развиваться. Вот это поражает меня. И поэтому вот эти слова бесплатно, дорого, да я думаю, что опять-таки мало заплатили, деньги давно отбились, и все. И булки тут же люди... То есть мы должны уговорить. Это бред, это полный бред. Вы ленивые, ленивые, еще раз ленивые. И ни черта никогда у вас не получится, если вы сами это не осознаете. Это же невозможно. У меня, знаешь, у меня такое расстройство по этому поводу. Я думаю, как это? Ты делаешь все за людей, для людей, про людей. Ты живешь этим. Я вообще вас не понимаю. Я не понимаю маленьких предпринимателей. У вас нету шанса. Если вы не будете требовательными к себе, если вы не будете себя заставлять поднимать, если вы будете с такими коронами, слово вам не скажи. Ты посмотри, какие все стали. Ах, грубо на меня говорят тут что-то. Да вы будете всю жизнь в жопе сидеть, в полной. Я больше не буду никому подтирать зады. Вот больше не буду. Кто хочет работать, приходите и пошите. Кто не хочет работать, сидите со своими коронами и не приезжайте ко мне из другого города. Мне все, я больше ей не занимаюсь. Я так не играю. Всем привет. Меня зовут Инна Фризюк. Я коуч предпринимателей. Две участницы шоу «Зажигалка» Юлиана и Людмила выбрали меня своим коучем. В этом видео я поделюсь нашей встречей с Людмилой. Людмила оказалась очень открытым, добрым, доброжелательным человеком, эмпатичным человеком, которому важны люди вокруг. В то же время человек, который нацелен на результат, целеустремленный. Людмила не намерена сходить с дистанции и уверенно идет к своей цели, несмотря на все те трудности, с которыми ей приходится сталкиваться. Важно понимать, что тот ритм, в котором оказалась Людмила, в котором она живет сейчас, это очень непривычный, это для нее вызов, и это такой целый водоворот и вихрь событий, который она сейчас переживает, и в принципе ее партнер по бизнесу. Сейчас мы говорим об этом. Запрос Людмилы касался взаимоотношений с партнером по бизнесу, потому что в той текучке, рутине, в той бесконечной череде задач и вопросов, которые возникают с персоналом, с настройкой рекламы, с продвижением, с привлечением клиентов, не хватает даже времени, чтобы проговорить все моменты, все бизнес-процессы, все ситуации, которые возникают между партнерами. И это на самом деле такой важный момент коммуникации, который актуален вообще для большинства людей. Есть даже такая фраза, что мы умеем общаться, но мы можем не научиться коммуницировать до конца жизни. Потому что мы мыслим образами, мы мыслим какими-то своими интерпретациями, мы на этих интерпретациях строим суждения о жизни, о других людях, о ситуациях. И исходя из этого, и поэтому происходят конфликты, происходят недомолвки, недопонимания. И, конечно же, это омрачает нашу жизнь. Какое количество сессий необходимо для того, чтобы ситуация разрешилась или начала разрешаться, это может сказать только сам клиент. Потому что изменения могут прийти через одну сессию или может понадобиться несколько встреч. Самое главное в коучинге, ну, конечно же, клиент в первую очередь, но в то же время коучинг – это всегда про изменения. И на изменения также нацелен проект «Зажигалка». Я, конечно, знаете, ребят, всю эту неделю в негодовании, и в негодовании прежде всего от того, что вы слишком предсказуемы. Все люди слишком предсказуемы. И тогда, когда ты стоишь уже немножко выше, имеешь больше опыта, именно с точки зрения опыта, ты понимаешь, что ожидать, ты понимаешь, что будет, если ты сделаешь ряд определенных действий. Именно поэтому это так сильно злит. Кстати, я не рассказала вам в прошлом выпуске о нашей участнице Виктории. Вы же помните, что у нас была Виктория, художественная гимнастка, с которой у нас случился конфликт на почве того, что она не захотела делать то, что мы говорим, а сказала, что она все-таки продолжит свой путь, и она создаст онлайн-школу по художественной гимнастике для детей. И показывала огромное количество, там присылала с разных мест комментариев от мамочек, которые говорили, что мы не правы, что этот продукт востребован, он нужен. Вика рассказывала о том, что уже у нее даже начали покупать, там, десятками. И, в общем, все начинается. И тут недавно моя подруга прислала мне скрин, где показала, что Виктория написала пост о том, что она решила все-таки закрыть эту идею, это направление, естественно, потому что она не может это развивать, потому что рынок не готов. Ну, в общем, можно зайти к Виктории и почитать 204 причины, почему этого сделать невозможно. Можно просто послушать выпуск наш, где мы, в принципе, говорили о том же самом. И это не говорит о том, что кто-то плохой, кто-то хороший. Это говорит лишь о том, что вы так или иначе, как и та же Светлана, открыв магазин, не послушав нас и закрыв этот магазин. Это говорит о том, что когда ты имеешь уже определенный разносторонний опыт, так или иначе, ты понимаешь, чем это закончится. И когда участники приходят к нам, наша ключевая задача сделать так, чтобы они нас услышали. Но когда участник закрывает уши, когда он начинает сопротивляться и самое главное, придя за хлыстом, он начинает говорить, что меня это оскорбляет, вот это вызывает у меня, конечно, самые большие вопросы. Но ничего, мы обязательно прорвемся, потому что по-другому быть не может. Ну что, как у тебя впечатление от всего этого? У меня впечатление, что мы с тобой сделали детский сад. Мы открыли детский сад. Да, точно. Вот, самый настоящий. И мне кажется, что мы этим все сильно портим. И мне кажется, что нам нужно что-то менять. Меня знаешь, что удивило? Что, ну, я вот понимаю, почему большинство предпринимателей просто не добиваются успеха. Мы им четко показали, какой пазл надо сложить. Все показали кусочки этого пазла. Значит, что они сделали? Они сделали, перевели, ну, например, да, для того, чтобы сделать месяц акций и спецпредложений, нужно перевести весь персонал на зарплату. Да. Да, они персонал на зарплату перевели. Угу. Вот. А теперь, как только надо было к ним гнать клиентов, они говорят, ну, мы против того, чтобы давать рекламу в Фейсбуке. Меня, главное, это вообще настолько сильно зацепило. А нафига вы тогда переводили вообще на зарплату сотрудников? Ну, вчера вечером нам позвонила Людмила. Я хочу рассказать продолжение истории после этого адского разговора. Нам позвонила Людмила в шоке. И самая главная боль ее, это то, что страшно, сколько денег нужно на рекламу. Сколько же денег нам нужно на рекламу в Фейсбук? Такое ощущение, будто бы мы просто сливаем деньги. Нам настолько повезло с Мариной, которая взяла и сразу же, потратив, инвестировав деньги в рекламу, сразу же достала клиентов. То есть сразу достала деньги обратно. Это вообще удача и редкость. Мы знаем, сколько денег иногда нужно протестить. Конечно, это же сразу надо потестить, попробовать разные предложения. Вернее, Марина тут же начала доставать клиентов. И Катя, Люда говорит, Катя против. Я поняла, что вообще ошибка была Катю сюда пускать. Потому что Катя, сколько денег заработала Катя? Нисколько, сказала Людмила. Но она же, она стригла волосы. Она не предприниматель. А как мы можем слушать человека, не предпринимателя, который говорит, денег на Фейсбук не дам? Совершенно глупая стратегия. И для меня, например, я вчера анализировала, почему я на Катю так сильно сорвалась. Потому что для меня вообще непонятно, как в 25 лет девочка может огрызаться, при этом не умеющая достигать целей, даже в своем внешнем виде. Это ведь показатель. Можно сказать, откуда здесь взаимосвязь. Да для меня взаимосвязь во всем. Если человек не может даже себя привести в порядок, то как он может привести в порядок свой бизнес? Большой вопрос. Прежде чем научиться управлять бизнесом, научитесь управлять собой. Тем более, что у нее эта цель. Если бы она сказала, Оля, я прекрасно выгляжу, я так себя люблю, я очень за нее рада. Но человек, который говорит все время, я хочу похудеть, я хочу сделать бизнес, и ничего при этом не меняет, меня это взбесило. Так вот, вчера был страх Люды очень обоснованный, но я поняла главную проблему Люды. Она отвратительный, никакой руководитель. Она слишком мягкая, но она обучаема. Я увидела в Люде, что она обучаема. Она не зря у нас получила титул отличницы. Она умничка, да. Поэтому я считаю, что Люде нужно учиться. И наша задача сейчас найти ей человека, который профессионально занимается обучением, руководить в салонах красоты. Я считаю, что вот этот человек ей сейчас нужен, потому что наша задача, чтобы подобрать классную команду все-таки, да, и стоять сверху. Потому что если мы сейчас будем решать им все проблемы, им страшно повезло с командой, они этого не понимают. Я думаю, что Катю сейчас нужно отключить от этих процессов. Люда сегодня, кстати... Люда сегодня утром прислала сообщение. Я хочу его включить. Олечка, доброе утро. Я решила, что буду искать деньги на рекламу. С Катей еще не разговаривала, но мое решение такое, я больше ее не буду привлекать на рекламу. Пусть занимается своим делом. Вот. Я буду заниматься нахождением клиентов. Ну, мне кажется, это самое правильное, что решила Люда. Она прям замечательная. Она замечательная. И очень обидно то, что люди не понимают, что для того, чтобы бизнес работал, в него нужно вкладывать. Стратегия, которую озвучила Катя, потихоньку... Эта стратегия у нее потихоньку по одной простой причине. Потому что первое, помещение не в аренде. И второе, она потихоньку стрижет. Вот и все. Вот и вся стратегия. Если вы хотите сделать бизнес, это не стратегия. У вас все равно количество растрат всегда будет больше, чем дохода, если вы не работаете над привлечением аудитории. Бизнес не строится на том, что когда-то к нам пришли клиенты, и у нас была полная запись. Так бизнес не строится. Бизнес строится на схеме и на системе. И наша задача сейчас, мы подключили классных людей, которые работают над тем, чтобы все было постоянно заполняемо. Ведь этот процесс, в чем плюс бизнеса салонного? Тем, что можно наполнить постоянными клиентами и дальше работать внутри. Согревать этих клиентов, поднимать средние чеки и так далее. И над рекламой работать не вбахивая столько денег. Да, уже потом лидогенерация не нужна. Но все равно поддерживать ее необходимо. Где-то для имиджа, где-то еще для чего-то. Но уже не такими бюджетами. Конечно, конечно. Люди боятся инвестировать в свой бизнес. Где взять деньги? Это ваша постоянная задача искать, где взять деньги. И на стадии развития бизнеса, а в данном случае мы его развиваем, нам необходимо привлекать инвестиции. Нам нужно много топлива. Вот, представляете, машина, да? Она когда разгоняется, она в несколько раз больше топлива ест, чем когда она едет просто. Поэтому, конечно, на стадии разгона нужно очень много топлива вбрасывать. Сейчас вот нужно разогнаться, нужно ей там тысячу долларов хотя бы вбросить в эту рекламу, чтобы запомнить. Мы создали все условия. Мы нашли человека, который классно делает. Мы говорим, что делать. Мы контролируем. Мы стоим с кнутой. Сделали эти акции, баннеры, настроили эту рекламу, все запустили, и бац, тут на карточке деньги заканчиваются. А мне кажется, надо больше их пороть и хватит с ними тяцкаться. Потому что вот говорят, будьте по-человечней. Каждый раз, когда я веду себя как нормальный человек, как мамочка, я каждый раз получаю такую пощечину себе и думаю, какого черта мы это делаем. Мы приносим зло, когда мы с ними тяцкаемся. Поэтому больше мы не будем тяцкаться. Больше у нас не будет моментов, когда могу или не могу. Не можешь? Пошла вон отсюда. Значит, бизнес не для тебя. Итак, наш план по Людмиле сейчас следующий. Она находит деньги. Мы продолжаем работать по Фейсбуку. То есть, да, мы включаем лидогенерацию по полной программе. Наша задача наполнить сейчас салон. Да, наполнить салон клиентами. Полную запись. И мы находим для Людмилы тренера, человека, который научит ее всем процессам, руководителя в салоне красоты. Ей нужно научиться быть более жесткой. Ей нужно научиться администрировать все процессы, нанимать правильных людей и делать так, чтобы клиенты оставались внутри этого салона с Людмилой прежде всего. Я считаю, что прошли те времена, когда клиента нужно замыкать на мастера. Если мы строим салон, клиент должен быть клиентом салона, а не мастера. И наша задача этого научиться. Все будет, сделаем. Тогда пойдем искать ей сейчас лучшую команду, лучшего тренера, который поможет ей это сделать. Я уверена. В нас я точно уверена. В наше шоу захотят лучшие эксперты прийти. Так, друзья, ну, у нас сегодня, как я и обещала, очень быстро появляется волшебница. Это Елена Ломанова. Привет. Здравствуйте. Лена, у нас бьюти-эксперт. Лена, несколько слов о своем пути, чтобы было понятно, почему мы решили позвать вас. Спасибо, Оля, за то, что пригласили. Искренне рада присоединиться к вашему проекту. Пару слов о себе. Меня называют экспертом по бьюти-бизнесу, экспертом по управлению предприятием индустрии красоты. Этим процессом я занимаюсь уже более десяти лет и зашла в этот бизнес, в эту индустрию через собственный опыт, через открытие бьюти-студий и с тех пор развивалась в этом, параллельно формируясь как бизнес-консультант, бизнес-тренер, как эксперт, потому что был и другой опыт в бизнесе. На сегодняшний день я являюсь директором по развитию европейской бьюти-бизнес-школы Космотрейд и вхожу в топ-10 бьюти-бизнес-консультантов Украины. Поэтому весь мой опыт, все, что знаю, могу с удовольствием на пользу вашему проекту, вашим участникам. Нам страшно нужно. Значит, Лена, у нас сейчас стоит задача, почему мы обратились и начали искать человека из этой сферы. У нас есть участница Люда, уже вы успели с ней даже познакомиться. Мы вчера познакомились. И самая главная проблема, которую я сегодня вижу, из которой бы я хотела, чтобы вы начали, это то, что я хочу, чтобы Люда стала хозяйкой, директором своего салона. Человеком, который бы перестал волноваться, советоваться со своими мастерами, быть растерянным в этой ситуации, а очень четко и твердо знал, что ему нужно делать. Потому что партнер Людмилы активно, которая отвечает за мастеров, за их экспертность, мастеров, она активно обучается, развивается сейчас. А Люда, получается, что у нас как-то в этом потерпела фиаско. То есть у нее нет вот этого правильного, как по мне, опыта руководителя. Она не умеет ставить задачи, она не умеет требовать, не знает, что требовать. И поскольку я понимаю, что бьюти-индустрия имеет свой опыт и свои нюансы, в которых я тоже не разбираюсь, я это признаю, нам нужна помощь человека, который бы помог Людмиле вот эти все процессы разобрать, для того, чтобы она очень смело могла управлять салоном, не зависеть от мастеров, не бояться их, а четко знать, что необходимо делать для того, чтобы ее салон хорошо работал, чтобы мастера были довольны, клиенты были довольны, и в общем-то это все могло хорошо функционировать. Да, Ольга, согласна с вами, это тоже то, что я увидела, познакомившись с Людмилой, буквально в первые пять минут нашего знакомства, я увидела уже в силу опыта, что у нее есть потенциал, у нее есть большое желание, мотивация делать свой бизнес лучше, расти, развиваться вместе со своим бизнесом, она искренне переживает за свой салон, но то, что также видно, что у нее нет модели поведения руководителя, то есть она хочет, она советуется, она слушает всех, и часто не знает, что ей выбрать из тех советов, которые ей дают, поэтому да, согласна, модель поведения руководителя, это то, над чем ей нужно работать в первую очередь. Этому можно обучить? Да, этому можно обучить, у нее большой опыт в бьюти, да, у нее нет системного такого обучения, может быть, системного опыта или круга общения, который помогал бы ей развиваться как руководителю, но вырасти в этом вполне возможно, тем более, если человек очень хочет, а Людмила очень хочет. Что вы будете с ней делать? Ну, первое, что я начала делать вчера, я поспрашивала Людмилу о ситуации в ее бизнесе, я поняла, что она очень плохо работает с цифрами, работает в каком смысле, у нее очень много текстовых объяснений, ответов, и очень сложно, она отвечает, вот порой на простой вопрос, сколько у вас сейчас парикмахеров, она мне там рассказывала о том, сколько у нее рабочих мест, сколько из них используется, сколько человек, у нее есть там, в какую смену, было сложно сказать, то есть вот простого ответа у меня сейчас три парикмахера, вот этого нет в ее мыслительном таком, в ее мыслительной парадигме, и это надо выработать, и я ее возвращаю к этому и задаю, задаю простой вопрос, пока не получаю простой ответ, и это касается любых тех вещей, где нужно уметь видеть цифры, отдавать себе отчет, сколько и чего у меня, сколько рабочих мест, сколько денег я хочу заработать, а сколько я зарабатываю сейчас, а сколько мне нужно людей, какой там, средний доход с рабочего места нужен, это простые цифры, но нужно научить ее вот думать этими цифрами, тогда она сможет этим управлять, но она старается, и я думаю, что ее можно этому обучить. Второе, чего ей не хватает, однозначно, понимание системы работы салона красоты, ну, то есть тот лучший опыт, который ей может пригодиться, что важно, на что делать акцент, какие есть приоритеты, почему важна реклама, как правильно строить отношения с коллективом, чтобы это работало как часы. Мое глубокое убеждение, вот на фоне многих лет опыта, салонный бизнес, это достаточно такой, требует такого директивного поведения руководителя, я не говорю о том, что руководитель должен быть грубым, он должен не уважать своих сотрудников, в директивности я имею в виду четко с постановки задачи, понимание, кто главный в коллективе, а это только владелец, руководитель этого бизнеса, и умение держать власть в своих руках, то есть власть, это очень важная вещь в любом бизнесе, в салонном бизнесе важно особенно, потому что управление коллективом салона красоты, это в разы более сложная задача, чем во многих системных бизнесах офисного типа, ну, в бьюти-индустрии есть своя специфика, и вот умение держать власть через знание о том, как салонный бизнес должен работать, я хотела бы, Градмила, обучить. Каждый раз, когда я впадаю в ступор, я предпочитаю читать. Кстати, если вы не читали эту книгу, я вам искренне рекомендую, особенно участникам нашего шоу, которые были, есть или будут, крутейшее произведение, которое, наверное, вообще каким-то фантастическим образом, написанное, по-моему, в 57-м году, отображает наше общество, наше отношение к бизнесу, наших людей, короче, это очень мощно и очень круто. Ну, что вам сказать, мы получили сообщение от Ольги Миняйла, которая сказала, что покидает проект. Сказать, что меня это удивило, я не скажу, потому что мы с Сергеем давным-давно перестали всему удивляться, и то, как мы предполагали, за шаг до своих побед нам очень часто хочется нажать на тормоз. Это Олин выбор, поэтому сегодня Оля покидает наш проект. Я надеюсь, я точнее уверена, что ту работу, которую проделала команда людей, мы обязательно с каким-нибудь новым участником это реализуем, поэтому у нас есть онлайн-проект, уже готовый практически сайт «Воронки продаж». Супер-велкам, возможно, кто-то зайдет на место как раз нашей Оли. Что касается Людмилы, Людмила билась, тоже переживала какие-то свои эмоции, потому что очень сложно, как мы увидели, партнерский бизнес это испытание. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что находясь здесь, а не в эпицентре событий, и не являясь Людмилой, а являясь Олей Ермилой, я не могу понимать, что происходит конкретно там между девочками, как вообще это непросто. Но Люда боец, борец, как, в общем, мы и говорили, об этом вспомните только ее карту в «Эволюшн». Это человек, который генерирует, это человек, который является реформатором, поэтому Люда позвонила и сказала, что она таки нашла деньги на то, чтобы продолжать рекламную кампанию в «Фейсбук», и уже сейчас, я могу вам сказать, они начали продолжать получать лиды и работать с ними, люди записываются, то есть у Люды идет работа, и мы намерены дойти с ней до стабильной цели, которую мы обозначили, сделать так, чтобы цифра в 100 стала стабильной, и дальше мы будем уже смотреть, что будет происходить. Уже буквально в следующем выпуске вы узнаете историю Ярослава, потому что Ярослав, конечно же, работает, с ним происходит тоже очень много вещей, и в следующем выпуске вы увидите его жизнь на протяжении того времени, которого вы не видели, увидите, как все у него продвигается непосредственно. Но сегодня у меня классная новость, потому что я вновь разыгрываю билет, и на этот раз на потрясающее событие, которое будет в Киеве 3 марта. К нам приезжает Петя Осипов, один из основателей БМ, человек, которого я безгранично уважаю, потому что его мысли крайне глубоки и близки мне, и приезжает он не с инструментарием, он не будет рассказывать, как настраивать контекстную рекламу, нет, его тренинг называется «Метаморфозы», он будет проходить во дворце спорта, и я уверена, что это очень сильное мероприятие, где мозг буквально будет взрываться, поэтому я решила не выделываться, идти туда, садиться в первый ряд посредине, так что вы меня там обязательно увидите. И сегодня я хочу разыграть билет на это событие, настоящее крутое событие. Кстати, я не знаю, каким образом Пете удается и удастся пересечь границу Украины, но говорят, что он 100% приедет, поэтому Украина непременно нужно быть. Поверьте, это невероятный глубинный человек, и мне кажется, что как раз вот этому, тому, о чем он рассказывает, нам и необходимо учиться, нам необходимо в это проникать, потому что это работа с нашим мышлением, это работа с нашими установками, предубеждениями, это работа с нашими автоматическими вещами, это в принципе та работа, которой не хватает нашим участникам, потому что, как мы видим, главные их проблемы непременно в голове. И сегодня я хочу разыграть один билет, как я уже сказала, что необходимо сделать для того, чтобы его получить. Все достаточно просто. Я хочу, чтобы вы проанализировали очень внимательно сегодняшний выпуск. Я оставлю несколько вопросов, на которые вам необходимо будет ответить. И чем более глубже будет этот анализ, чем больше я увижу в вас именно того мышления, которое, как мне кажется, необходимо предпринимателю, именно этому человеку мы отдадим билет, потому что вам он будет, ну, скажем так, зайдет крайне полезным, и вы не будете думать о том, что все, что рассказывает Петр, это чепуха. Нет, это абсолютно не так. Ну и, друзья, конечно же, несмотря на все происходящее, я хочу вам напомнить, что это не просто шоу, это жизнь. И только у нас вы можете увидеть, как предприниматели меняются, вы можете увидеть, как мы доходим до результата, доводим их, затягиваем за волосы, и только если они сами не обламываются, только по этой причине мы можем от них отстать. В других случаях мы дадим им результат. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, поддерживайте нас, пожалуйста, присоединяйте своих знакомых и друзей. Давайте будем меняться, давайте будем смотреть, как это происходит по-настоящему. здесь и сейчас. Поднимайте свои пятые точки, действуйте, двигайтесь, и у вас обязательно все получится. До скорой встречи в следующее воскресенье. Пока! Друзья, я совсем забыла о самом главном. Вы можете заполнить анкету для того, чтобы стать участником нашего шоу и получить вообще все. Почему-то люди пишут мне везде в личку, Ольга, как попасть к вам в шоу, что нужно сделать, какой у меня должен быть бизнес? Вы просто должны заполнить анкету, которая находится здесь внизу. Вы должны рассказать о том, кто вы, чем вы занимаетесь, и каким образом, какие цели вы хотите достичь. Ну, а мы свяжемся уже с вами для того, чтобы понять, можем ли мы вам помочь, и если мы можем, то мы непременно это сделаем. И помните, мы доведем вас до обещанного результата, или вы просто умрете.